Оба! Ну вот, привет! С вами доктор Влад. Вот такой я был 10 лет назад почти. Вот, такой разъевшийся. Это мы во Флориде. Ну, причём на материковой Флориде. Не с той стороны, где полуостров, а на материковой Флориде. И там очень любят, старички туда любят ездить после того, как уходят на пенсию и там селиться. Вот, а сегодня вообще-то я показываю большой музей авиации военно-морского флота США. Вот так вот, длинное такое название. Ну, сначала вот буквально несколько кадров перед этим музеем, как мы туда добирались. Ну, вот первый снимок. Завтракаем. Это завтрак. Всё бесплатно. Ну, не то, что бесплатно. Всё входит в стоимость гостиничного номера. Вот, кушай сколько хочешь на утвите. Очень хорошо кушай. Вот я кушаю в уголке. Вот. И вот посмотрите, следующий снимок. Да, вот это я приехал только. Вот это я только приехал буквально первые дни. Это в Чикаго. Полиция за мной следит. Ну, это случайно, конечно. Вот. И вот буквально там через год уже разъелся, да. Разница неба и земля. И на следующем снимке вот я сейчас уже такой. Я опять постарался, похудел, покрепче стал. Ну, это просто так вот для разнообразия, да. Занимайтесь спортом. Меньше... Как похудеть? Меньше кушать и больше заниматься движением, двигательной активностью. И всё будет окей. Ладно. А эти детишки тоже идут в какой-то музей, какая-то экскурсия. Детская, американские детишки. Это город Пенсакола, видите? Даунтаун Пенсакола. В Пенсаколу даже, по-моему, сериал такой был. Ну, там вот большая военно-морская база. Вот. И всё вокруг неё крутится. Пенсакола. Вот. Детишки американские. Ну, такие же, как русские. Ну, это уже... Вот это не детишка. Это взрослая тётя идёт, только маленькая. По-моему, так. Ага. Ну, да. Вот она всех тут пасёт. Такой вид у неё сосредоточен. На эти... Ну, вот это точно малый Браун. Песня была такая. Всё этот Браун, всё тот же Браун. Вот такой полненький мальчишка, но очень серьёзный. Вообще, американские дети интересные. Культурненько все чистенько одеты. Молодцы. И вот эта рубашка выпущена. Эх! Побежали, побежали, побежали. Куда? Вот этот паровозик они будут смотреть. Вот этот паровозик. Им будут показывать. Старинный. Как деды на этих паровозах ездили. Вот он. Симпатичный, в прекрасном состоянии, покрашенный. Видите? Тут полно вообще всяких каких-то музейных экспонатов в Пенсаколе. Ну, это я, музейный экспонат. Вот на такой вот решил присесть. Меня сфотографировала жена. В шляпе, в очках. Ну, жирный, конечно. Куда? К чёрту. Вот это пеликан. Это символ. Вот это Неви. Неви – это военно-морские силы. Неви. Это мы мимо так зик проезжали. И тут вообще эти пеликаны. Здесь всю дорогу. Опа! И такой пеликан. Тоже весь разодетый, симпатичный. Вот она, какая красивая пеликанша. Ещё один паровоз. Это другой паровоз. Видите? Совсем обстановка другая. Антураж другой. Паровоз. Паровоз тоже другой. Но похожий. Ну, вот такие цветочки. Тут вокруг, конечно, домов такие тропические. Всё. Чё тут? Круглый год лета. А, ну, тоже в магазинчик заскочили. Вот такие здесь фигурки смешные. Очень много интересных. А это степлер. Под ней просто стоит тоже какой-то интересный. Симпатичненький, прозрачный. Вот. Собака охраняет. Помните, в прошлый раз я вам показывал, чёрная собака была, охраняла. А это белая. Ну, как охраняет? Ну, в общем, так. Ну, есть она и есть, и хорошо. О, даже пальма. Я тут плохо немножко снял. Оно, это дерево, это растение, это пальма. Проходит прямо в дырку в потолке. Опа! Ну, вот и всё. Вот мы пришли. Это как раз у входа в музей военно-морской авиации. Прикиньте, это только вот маленькая часть. Именно военно-морская авиация. Но это более-менее какой-то современный самолёт. Я в них не разбираюсь. Я вам просто буду показывать. Вот. А кто разбирается, ну, подскажите, конечно. Вот он. Симпатичный. Видите, написано наяви. Это именно военно-морской. Это именно военно-морской. Ну, вот это уже внутри. Представляете, здание здесь огромное. И везде-везде самолёты, самолёты. Ну, и всякие другие, конечно, вертолёты. Вот как раз и вертолёт. По-моему, это вертолёт. Да, действительно. Морской. Так. Вот он же. Трудно снимать. Я тут поворачивался влево-вправо. Ещё старенький фотоаппарат у меня был. Маленький кадр. Ну, это модели какие-то. Кто-то же делает это. Это какой-то авианосец, надо понимать. Опа. Ещё один. А, это, наверное, тот же. Вот так вот. Тут много тоже моделей. С этого всё начинается. Кто-то сидит. Колупается. Это какой-то старинный с трубами. Тоже авианосец. Надо понимать так. Наверху, видите, самолётики стоят. Такие масенькие. Это вообще, по-моему, времён гражданской войны не иначе. Ну, то есть, Первую мировую, не гражданская. Гражданская-то война была, бог знает когда. А, вот это 2007 год я разжиревший. Приехал в 2005. Сейчас 2017. А, вот это форма. Форма лётчиков разная. Всякая. На любой вкус. Это потеплее вроде. Какие-то меховые воротнички. Опа. US Navy. Это вот Саддам Хусейн. Чего это здесь? Саддам Хусейн. Аэропорт. Менеджер. А, ну вот в его личном аэропорте. Вот такой менеджер. В такой форме. Не знаю, зачем повесили. Ну, так. Люди смотрят. А, ну, это, видите, вот пингвин. Значит, это Южный полюс. Да, не путайте. Белые медведи. Северный полюс. Пингвин и Южный. Они никогда не встречаются. Между собой. Ну, тут он. И, конечно, там холодно. На Южном полюсе еще холоднее, чем на Северном. Оп. Ну, это тоже какая-то форма. Тоже летун. Летатель какой-то. Пилот. Вот еще. Опа. Ну, это летающая лодка. Сразу видно, да? Летит, летит. Хоп. На землю сел. Ну, только это это. Это планер. Видите, мотор это не то. Его поднимают. Самолет его поднимает на тросе. И потом зик. И отпускает. И он летит какое-то время. Или есть мотор. Не, есть мотор. Вот, вот, вот. Вот мотор. Мотор. Да. Не, значит, я ошибся. Значит, это самостоятельный. Самостоятельный самолетик. Я говорю, я не очень в них. Да, мотор есть. А где винт? Винта нет. Ну, ладно. Может, кто подскажет. Специалисты. Специалисты. Подходите. Вот здесь должен быть винт. Вот я мышкой показываю. Где-то здесь должен быть винт. Это тоже летающая лодка какая-то. Вот она же. Вот там какой-то немецкий самолет с крестами. А, ну, вот это диорама. А, ну, это какая-то... Какая-то женщина-пилот знаменитая. Я не очень в них. World War I. Это выставка. Это Первая мировая война. А, Coming Soon. Значит, скоро будет. Видите, здесь все закрыто. И вот делают новую экспозицию. А, вот тут самолет с крестами. Ну, тоже повесили. Почему нет? Это история. А это, ну, Красный Крест машина. Здесь больных собирают. У нас для такой же... Для такого же... У нас, я имею в виду, в России, да? В России в Советском Союзе выпустили УАЗик. УАЗ-469. Вот он тоже. Для того, чтобы собирать больных и раненых с поля боя. Ну, раненых, конечно. Больные там откуда. Вот еще один самолетик какой-то. Биплан. Смешной, старенький. Но это уже посерьезнее. Мало того, видите, у него крылья складываются. Это для того, чтобы меньше места занимал. Это точно для авианоста самолетик. Можно туда забраться. Если охота. Ну, я уж не стал показывать. Я забирался там, фотографировался. Опа! Еще один маленький какой-то самолет. Это Моноплан-1. Ну, это тоже старинный. Одно крыло несущее. О, какой! Рескью. Рескью – это, ну, как бы спасательный такой самолет. Рескью. И на земле Рескью, и у животных бывает Рескью. Ловят каких-то кошек, которые забрались, не могут спрыгнуть с дерева. Там сзади вертолет какой-то крутой. Он с красным носом. Опа! Еще самолетик. А, ну вот, да. Самолет и вот этот с красным носом вертолет. Вот я хожу тут, везде снимаю. Этот вот резкий, да. Опа! Покрупнее. Между прочим, американцы до сих пор некоторые летают на таких старых восстановленных самолетах. Ну, не знаю, зачем это нужно. Ну, летают, слышал я. Ну, это современные уже Blue Angels. Голубые ангелы. US Navy. Это вот как раз, ну, более-менее современные наносамолеты. Вот это старичок Пенсакола. Видите, написано Пенсакола. Отсюда, значит. Упс. Вот. И что интересно, здесь же, вот в этом музее, в этом музее, он, ну, как действующий, это не только музей, это... Он имеет отношение к военно-морской базе. Вот они здесь занимаются какими-то своими делами. Морячки, вот эти вот летчики. Вот. Это все серьезно, это не постановка. Косгвард, это береговая охрана самолетов. Уп, это что такое? Last Gun Fighters, последние. Ну, как... Ган самолет... Ган, это пистолет, Fighters, это... Это... Ну, файт... Борьба, бой. Вот так, Gun Fighters. Ну, какой-то, вот, наверное, такой пулемет специальный. Таблица Менделеева зачем-то здесь же. Трудно сказать. Я... Вообще, я недавно был в Америке, а в этом я и дома-то не разбирался нифига. Вот еще такой самолетик. Зачем-то шляпа фокусника. Да бог его знает. Вот еще один. Какое-то название у него даже есть. Когда-то он летал. Да и сейчас его запустите, хорошенько он полетит. Что с ним сделать? Крылья есть, мотор есть. Ну, садись, не лети. Ну, это покрупнее, что это. А вот это тоже, видите, крылья сложенные у него. Так сразу непонятно. Вот крылья сложенные. Ну, чтобы меньше места занимал в ангаре. Вот он же. Если сложить, совсем маленький. А вот это, наверное, такой же, но с расправленными крыльями. Видите, здесь вот у него это... Перемычка-то. О, вертолет приблизительно на таком же... Ну, такой же формы президент летает. Такой же формы. Так, конечно, другой. Вот еще один вертолет. Тоже морской. Вот этот складовый крылышки. Но, судя по всему, это старенький уже. А! МиГ-15. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. МиГ-15. Надо же. Опс! Это летающая лодка. Явно. Видите, наверху моторы, а здесь такое пузо, что можно немножко проплыть. Тоже со сложенными крыльями. Вот еще какой-то с поплавками. Тоже самое. Это летающая лодка, конечно. О, это доктор. Стоит рядом с бомбой. Понравилась бомба, я решил сфотографироваться на ее фоне. Опс! Еще один. Ну, много, короче, самолетов разных. Но это точно планер. Нет мотора нигде. Оп! Это акула-каракула. Правым глазом подмигнула. Это она же. И хохочет, и хохочет, будто кто ее щекочет. Не помню, откуда. Стихи. Ну, вот так. Здесь вообще куча. Не поймешь, чего и как. Разные самолеты. Вот это тот же планер. Я уже на второй этаж поднялся. Ну, там типа балкончик такого. Обходного. А эти все маршируют. Это настоящие солдаты. А там чего тебе идет, да? Можете представить себе в российской и советской армии такую ситуацию? Эти маршируют, а кто-то идет. Другие здесь люди. По-другому все. Просто по-другому. Не говорю, хорошо или плохо. По-другому. Эй. А, тетя прошла. Так, ну это какие-то тут тоже ходят. Ну, какие-то у них ритуалы, что ли, военные. Не знаю. Вот еще. Что-то это поднял палку. На колено встали. По-всякому. Этот с ружьем стоит. Ну, вот опять самолечки. Все покрашенные. Хорошенько. Опять этот планер. Он висит выше всех. Вот еще какой-то синенький. Кружочек. Это как бы не японский какой-то. Не знаю я. Просто смотрите. Просто красивые железки. Все. Ушли мы из музея. И на улице мне понравилось вот таких гусей. Давно продают. Тогда продавали. Сейчас продают. И у нас вот в деревне у одного дома такие стоят парочка. Мишка первое время все хотел с ними познакомиться. Потом успокоился. Понял, что они пластмассовые. А это мне снимок просто понравился. Это как будто бы какой-то учитель. А эти его слушают внимательно. Если не специально поставили подлецы. Опа. Ну вот так на фоне машинок. Машинки 10-летней давности. Все. Вот такие тоже здесь очень любят. Чикаго город Ветров. И вот если этого пеликана поставить. Он будет так крутиться вот этими крыльями. Так фр-фр-фр-фр-фр. Там вот машинка. У нее колеса крутятся. Вот. А эта девушка едет на катере. И этот фр-фр-фр крутится. У нас тоже у соседа тут стоит такая. Вот. Ну это трактор. Тоже колеса крутятся. Интересно. Вот такие гномики. Их масса. Масса везде в любом саду. Волно. Велком. Тоже ставят вот так. Велком. Лягушечка сидит. Грибочек. Вот так. Добро пожаловать в наш сад. Эй. Ну вот такие еще. Всякие. Какие угодно. Это гномики. Считается, что они приносят удачу. Вот такую можно поставить. Девочка с собачкой. Такой фонарь. Проведите к нему свет. И все будет хорошо. Вот. Или такую статуэточку. Стоят. Полно таких стоят. Никто, конечно, не трогает. Здесь не принято трогать чужое. Вот. Вот. Это уже пеликан. Уже хороший снимок. Но вот да. Это символ. По-моему, пенсаколы вообще всей. Вот так. Все. Мы уехали оттуда. Едем назад. Тут мост такой вот. На нашем. Мы на таком островке жили. Ну и вот так чуть-чуть. Водичка. Птички. Это доктор выходит из воды. Океан раступился. И доктор вышел из воды. Ну это вот всякие птички. Такая ерунда. Красивые. Красненькие. Клевые. Красненькие лапки. Все как полагать. Змеев здесь пускают. Конечно, здесь ветра все время. Очень интересно. Каждый день там змеев пускали. Кто-то мальчишки какие-то. Да и взрослые тоже. Почему нет? Вот. А это у них такая полиция. Вот на таких. На таких мотоциклах четырехколесных. Квадроцикл он называется. Вот. А это видите побито. Это после урагана. Там как раз перед этим за год что ли ураган приносился. Вот. Все пошибало. Но потом вот уже так отстроили. Подстроили. Но это еще пока видите осталось. Никак роти не дойдут. Много тут разрушений было всяких. Вообще там ураганов на Флориде. Вот в чем дело. Хоть да. Круглый год тепло. Но ураганы. Эй. Ну вот еще какая-то машинка. А вот она подъехала. Ocean Rescue. Ну вот тоже это спасательная машинка. Спасают каких-то. Птичка с длинным клювом. Это не чайка. Какой-то длинный клюв. Не знаю как ее зовут. Орнитологи. Ау. Подскажите. А вот мужика крабов ловит. Зачем он их ловит? Он все равно будет их выбрасывать. Они их не едят. Едят тех, которые в магазине. Просто красивый. Интересно поймать. А вот за нами следят. Большой брат за тобой следит. Все время там этот катался. А ну и все. Посмотрели. Полюбовались. На доктора. В разных вариациях. И на всякие самолеты. Летающие лодки. И так далее. До свидания. С вами был доктор Влад. В очередной раз.